Ребят, всем привет! Приветствую вас на канале Playtime. Ну что, продолжаем проходить нашу конну и мы с вами остановились на то, чтобы приехали к одному из гаражей. Давайте пойдем посмотрим, что там. Но, как мы помним, у нас здесь совсем холодно. Нам надо найти что-то, место, где мы можем согреться, потому что, ну, это иначе пипец. Это просто пипец, значит, мы тут офигеем бегать. Давайте попробуем поверху пройти. Может где-то здесь что-то есть. Ну, по-моему, здесь ничего такого нет. Огромная, конечно, белая мгла. Вдалеке ничего не видно. А место, где мы можем согреться, так до сих пор нам и не найдено. Есть дрова, но нету места, где греться. На такой огромной территории это прямо убивает, если честно. Так, машина, машина, так. Явно не в этой... Так, мы здесь уже были. Да, это мы уже смотрели. Так, там у нас что? Так, хорошая машина, но нету двигателя. Механик, несомненно, думали о ремонте, там что-то такое. Так, не успел прочитать. Так, ладно. Ищем место, где мы можем погреться. Так. Косер разжечь изолента. Забираем. Бревна. Так, здесь у нас пусто. Мусор. Пусто, пусто, пусто. Так, здесь у нас такое место, прямо скамейка забрали. А зачем она нам нужна? Так. Что? В нахромном мире яркость всегда приветствуется. Что? Я не понимаю, о чем это. Так, ладно. Там горшок какой-то. Ну, а, это про зонтик. Все, понял. Так, это наш такое. В это время так, стрижка газонов не актуальна. Согласен. А, вот печка же тут есть, топ. Вот же торчит. Торчит же этот самый, как его а, труба. Почему я уехал оттуда? Да ладно, неужели? Вот этот враг уезжал. Ну, ладно, все. Теперь стало лучше. Нам бы еще фонарь где-то зажечь здесь. Есть фонарь здесь или нет? Скорее всего, нет. Ну, слава тебе, Господи. Теперь мы хоть ой, нашли место что где-то как, как говорится. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас тут есть. Нам надо найти разные варианты. Может быть, что-то мы найдем для того, чтобы сделать алкашку нам. Может быть, мы просто какие-то найдем истории или новые вещи. Так, тут пусто пока что. Тоже пусто. Так, осмотреть. Что это? Так, коллекционные камни. Ну, да. Я думаю, они нам пока не нужны, в принципе. Поэтому пока это все собирать не будем. Вон, здесь, кстати, пачка бутылок. Что это? Душевное вино не станет лучше, даже если изменить его цвет и количество. Ну, да, наверное. Так. Здесь у нас ничего нету. Медикаменты, кстати, по-моему, какие-то, да? Записка. Части руководства. Руководство по эксплуатации страниц 1. Так, подвеска. Это у нас, как собрать, получается, какой-то этот снегоход, что ли. А, кстати, мы же видели, с вами снегоход там лежит, да. Так, у этой подвески слишком много деталей. Головоломка гвоздя в росте выглядит простой, но собрать ее в единое целое это уже другая история. Я справил все, кроме гусениц. Я оставил их рядом. Лыжи. Не пить и не работать. Не пить и не... Не пить и работать. Не пить и работать. Не пить и работать. Я... Так. Я растерял детали машины. Вчера ко мне пришел Режан, чтобы помочь поработать над моим аппаратом. По большей части он только помог мне до последней капли выпить мое вино. Кажется, мы пытались кататься на лыжах или что-то вроде того. Плохая идея. Я до тех пор не нашел одну из лыж. Так. Отлично. По-моему, мы зато лыжи нашли. Это что такое? Кепка. Кепка-антенна? Серьезно? Странная вещь. Что это между друшлаком и феном? Да для чего это? Для игры в телепата? Для защиты от ядерной волны? Не знаю, но это у нас... Это... Сука, крестиков и чесноков. Здесь люди, по-моему, какие-то своеобразные жили. Так, карта. Карл предъявил, что это была карта местности. Те флажки указывали на сопримечательности. Ага. Так, отлично. У нас сопримечательности была там и тут еще. Начало озера. Так, хорошо. Надо это все дело сфоткать тогда, получается, нам. Так, давайте это сфотографируем. Так. Так, флажки у нас были, получается... Так, флажки только... Только вот здесь у нас. Вот так сейчас сделаем. Все, сфотографировал. Так, а что у нас вообще в альбоме? Что-то из нового есть? Так, расследование. Так, тут ничего. Тут не добавилось у нас нифигашеньки. Да, пока что. Но мы еще не забываем, ребята. Мы еще с вами мало где были, мало что видели, да? Так, а вот просто фотографии, просто фотографии, это хорошо. Где там они у нас? Так, просто фотографии. Вот у нас. А как ее... А, вот. А, ну плохо видно, на самом деле. Ну, ладно. Надо было как-то засветить ее, но здесь не засветить. Ну, мы так примерно запомнили, да, что у нас получается... Да, получается, там было в начале озера и наверху в углу. То есть, если по нашей карте это смотреть сейчас, ну-ка. А, они отмечены теперь значком тем самым звездочками, смотрите. Сейчас, стоп. Звездочка раз отобразилась, а вот здесь звездочка пропала. А, вот пещеры появились. Понятно, здесь мы были. В этой ледяной пещере мы тоже были, мы ее уже увидели. И вторая ледяная пещера, вот здесь мы не были. Будем знать теперь. Окей, спасибо. Спасибо. Так, открываем дальше наш фонарик и смотрим, что у нас еще тут есть. Еще одна записка. Письмо полиции. Ответ на претензии. Уважаемый мистер Ламот, Розвелл Атом Эпик. Одно и то же. Большие пустыни, побуждающие к нелепым безумствам. Судя по вашей жалобе, боюсь, что полиция не поддержит ваш иск к этому внезапному появлению человека, который пришел из космоса в вашу деревню. Очевидно, что произошедшее в Розвелле, в Нью-Мексико, произвело на вас великое, глубокое впечатление, и мы настоятельно советуем вам идти, и вам как можно скорее проконсультироваться с врачом. Что касается будущих потенциальных жалоб, да, будет вам известно, что судебный район Атаби не верит в зеленых человечков. С уважением, Пол Волжан. Да, ну поэтому, вот он, для чего у него каска, это, блин, и висит. Так, это что? Этот человек имел страйс к миггалактическим вещам. Когда-то люди были сильно напуганы русского атомной бомбы. Но вторжение инопланетян довольно должно было избавить их от этого страха. Похоже, что механик сделал свой выбор. Ну, поверил инопланетян, понятно, да. А, это у нас что? Это у нас фотоаппаратка, фотоаппаратная пленка, 10 штук, отлично. Нам она как раз-таки, блин, нужна. А, если одного не хватает, то почему бы не купить 8? Хм, согласен. Странно. Так, это нам не забрать здесь уже ничего. Эти кресики с чесноком, конечно. Что там? Чеснок для отпугивания вампиров, наверное. Ну, да. Летающая тарелка, серьезно. Черчеж космического корабля. Черчеж страны космического корабля. Если бы какая-нибудь отважная персона смогла заполучить недостаточной части, корабль бы готов поспорить, что космический корабль сможет взлететь. Да уж. И вот еще у нас что-то тут осталось от него, да? Это нижняя часть, получается. А, это вид сверху. Так, ну, мы, по-моему, здесь уже все в этой комнате посмотрели с вами, если я не ошибаюсь. Все посмотрели и все по... О, а вот эту сумку мы не трогали еще. А там пусто, черт, там пусто. О, дротики, кстати, стрелы. А, это отвертки. Так лежат, очень странно они. Так, ладно. Ой. Пойдемте теперь посмотрим, что. Посмотрим, где что у нас есть. Так, молоко было распространено по цвету. От белого до зеленоватого. Или другими словами, от свежего к прокисшему. Так, еще одна лыжа снегоходная. Отлично. Здесь у нас пусто. В ангар мы сходим, ребята, чуть позже. Сначала пойдем посмотрим, что здесь у нас. Так, средства для розжига. Так, диваны. Железо. Опять железо, кстати. Опять-таки здесь железо. Бутылки. Ну, здесь, наверное, летом хорошо сидеть. Но навес какой-то он странный себе сделал, если честно. Горшок. Ну, я надеюсь, не поднять это все будет дело. Так, снегоход. Расположить сидение. Ага. Отлично. Эта музыка так пугает, если честно, сзади, ребят. Прямо очень. Так, о, здесь можно подняться. Ни хрена себе. И что же мы увидим здесь на крыше? Так. Ой-ой-ой, аккуратно не упасть бы нам. Так, а здесь ничего нету, по-моему. Просто табличка. Может быть, здесь это от волков спрятаться или что-то типа такого? Гараж. Нет, это ни к чему не ведет. По-моему, абсолютно просто такой проход. Угу. Так, давайте распрыгивать. Так, в этой тележке мы найдем бревна, но... Они не распилены. Так, ну здесь обрыв уже, без вариантов. О, это у нас гусеница, да? Гусеница снегоходная. Не зря мы сюда подошли, не зря. Так, что у нас есть тут? Тут у нас, по сути, пока что ничего нету. Просто занавес, наверное, некий, и все. Так, расположить гусеницы. Нам нужны щипчики. А щипчики, по-моему, кусачки оставили. Фонари, руль, да, нам нужны кусачки. Две лыжи нашли, да. Надо искать сейчас это все будет дело. Так, что у нас есть тут? Тут у нас есть возможность заправить канистру. У нас канистра есть одна пустая? Ну, давайте ее заправим, естественно, тоже. Так, надо, получается, сейчас бегать к машине. Что нам там в туалете? В туалете пусто, да? А здесь... О, фара. Фара, это хорошо. Телефон. А что он здесь делает, интересно? Возможно, кто-то ждал звонка. Да, возможно. Так, ну, сперва мы сходим сейчас к машине и заберем все-таки нужные, да, свечи. О, стоп. Бутылка еще одна. Забираем. Так, нам нужны кусачки. Нам нужны кусачки, да? По-моему, у нас это... Я скинул машину. Вот эту мы заберем на всякий случай. Канистру тоже забираем. Аптечку, пиво. Ну, пока это все оставим. Пока всего хватает. Заправим сейчас канистру бензином. Это по-любому нам надо. Так, а вот здесь странно, что здесь ничего нету. И почему-то не попасть в этот автомобиль. Интересно, а если кубики выбить? Ну, наверное, мы все-таки этого не будем делать. Оно того, наверное, пока не стоит, да? Давайте заправим. Наполнить канистру бензином. А почему? А у меня обе наполнены, что ли? Странно. Я вроде подумал, он мне не наполнен. Так, не нап... Так, стоп, не сюда. Инвентарь. Канистра полная, понятно. Кстати, нам надо выкурить, ребят, сигаретку. У нас сразу немножечко падает, поэтому... Так, сигаретки у нас 14 штук. Сейчас мы их закурим ее. И у нас поднялся интеллект. Так, кстати, у нас есть вещи, которые мы можем, в принципе, перешпандорить. Так. Отлично. Две лыжи мы поставили. Надо руль теперь поставить. Руль. Так, расположение гусеницы. Гусеницы поставили. Заодно и вес себя убрали. Осталось руль найти. Но руль, мне кажется, в гараже будет, по-любому. Где-то в этом месте, наверное. Так, ну что. Начинаем сделать наш заход. Эть. Меня так пугает. А, это вот он и есть, наверное. Смотрите, он там замерз так. Так. Что у нас тут есть? Пока по температуре все норм. Оборудование какое-то забираем. Так, сердце бьется, я не могу понять, почему. Это, наверное, от этого, да? Записка. Примечание к посылке. Я жду хорошей свечи около недели. С 5 октября. За них уже оплачено. Свечи должны быть здесь. Свечи-то мы уже забрали. Свечи мы уже забрали. Так, нижний ярус. А, починить космический корабль. Серьезно? Космический корабль чинить? Блин, ну это же не серьезно. Блин, ну давайте. Ладно, окей. Господи. Да. Ёпта мать, он взлетает. Что за говно произошло? Неоспоримого факта, как... Не хватило что-то там Карлу. Блин, проблема в том, что я, короче, его сломал. А, фонарик мы можем забрать. Фары, отлично. Фары есть. Ну, я думаю, обязательно надо было ее чинить. Ну, ладно. Пока по температуре все норм. Так, самодельная летача тарелка. Жизнь не... Не перестает меня удивлять. Так, здесь у нас... О, щипчики. Ну, у нас они уже есть, да? Щипчики, кусачки. Так. Это мы забирали все. Так, это что? Это радио, да? А, нет, стоп. Да, радио мы включать не будем. Оно нам не нужно. Так, смотрим, что у нас есть тут. Тут только сундук. В котором, в принципе, ничегошеньки такого нету. Так, продукты, ключи. Кстати, Карл сделал вывод, что, судя по всему, хозяин перевез все самое необходимое из своего дома в гараж. Действительно своеобразный человек. Что-то не так, если твоя кровать находится в гараже. Журнал. Журнал про космос. Первые шаги человека на луне были сделаны больше года назад. Это событие до сих пор не оставляло разума механика в покое. Так, ну, мы это по-любому забираем. Так, про тарелки это ясно уже. Так, что у нас есть тут? Тут у нас есть... Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Это у нас что такое? Так, капкан лучше не трогать. Пивасик. А, слишком много апельсинового сока. Ну, любит он апельсиновый сок. Ну что, трогаем его, наверное, да? Или надо его зафоткать, наверное? Давайте, наверное, его все-таки сфоткаем сначала, на всякий случай, да? Думаю, нам это пригодится. Так, инвентарь. Господи, фотоаппарат. 40 пленок у нас осталось. Зафоткали и заодно зарядим новый фотоаппарат пленкой. Сейчас перезарядим его. Новая запись в дневнике. Все-таки правильно мы сфотографировали. Кстати, а быть может быть... Опа, стоп. А быть может нам надо было сфотографировать еще летачу тарелку? Думаю, навряд ли, но почему нет? Пригодится, наверное. Так, ну что, давайте теперь пробовать трогать нашего товарища. Так, понятно. Вот он стоит у нас здесь. Он что-то здесь делает. Он какую-то херовину собирает. О, господи. Что-то произошло. Что-то произошло здесь. Произошел поджог пожар здесь. Он пытался выбраться, походу. Пытался выбраться. Начался пожар. Но здесь же не было пожара. Здесь же видно, что нет пожара. Да ладно. Вот этот ветер. Он пытался выбраться, но заклинило. Был полегкий начался пожар, но... И вот как его зафризило. Вот почему он оказался именно здесь. Так, и куда мне теперь идти? Фонарика-то же здесь нету. А, вон он у нас. Так, он там что-то бросил. Вот почему произошло взгорание. Вот почему произошло взгорание. Там какие-то тряпки с чем-то оказались. Что-то очень важное должно быть там. Для человека прилагаются такие усилия, чтобы это укрыть. Но Карл не узнает, как туда пробраться. Стоп, ну вот это ведро получается. Вот это, да? Вон то ведро. То ведро. Здесь целая куча была ведер, но... Сгорело со дно. Так, стоп, от этой штуки. Самодельный тач-тарелка. Жизнь не предстоит меня удивлять. Да, по температуре пока у нас все нормально. Так, ну, после этого стресса у нас произошел... Ой, после этого инцидента у нас произошел некий стресс. Поэтому нам надо будет сейчас подниматься наверх. Так, а как нам подняться наверх? В принципе, по крышам, наверное, да? Надо погреться, надо погреться. Да, погреемся сейчас. Ребят, я думаю, мы сейчас с вами погреемся. И на этом, наверное, оставим наше прохождение. Ой, господи, игра не перестает удивлять. Просто какой-то, не знаю, водоворот, события здесь происходят. Каждый дом, каждая история, некая новелла, каждая жизнь. Они все переплетены в одном большом городе. В общем, как всегда круто. Очень круто. Надеюсь, вам нравится так же, как и мне. Если да, не забывайте подписаться на канал, ставить ролик и лайк. Ну, от этого зависит скорость выхода новых серий. А с вами был, как всегда, Серега Плей. Всех люблю. Пока.